Приветствую вас. Смотрите, прежде чем ответить на вопрос, который вы задаете, на мой взгляд, стоит рассмотреть один важный момент. Вы говорите, что хотите сказать мужчине, что отношения нужно завершить. И, в принципе, я вас понимаю. Но вы говорите, что у вас такая же ситуация, как и у мужчины. А именно, получается, если он обеспеченный, самодостаточный, имеет двое детей, и он замуж, а он женат, то вы, соответственно, так же обеспечены, самодостаточны, у вас есть дети, и вы замужем. И получается, что вы и он, обладая таким статусом, вступили в отношения друг к другу. Получается, что и вы, и он сблизились. И вы, когда мужчина сказал вам, что вы нравитесь ему, как собеседник и как женщина, почувствовали, что он вам нравится тоже. Вот у меня вопрос свой, когда с ним сближались, вы на что рассчитывали? Чего хотели? Чего ожидали? Потому что вы соглашались, я так понял, в том числе и на интимную близость с ним получать. Но потом у вас уже начали появляться к нему чувства. И вы хотите отношения прекратить, потому что боитесь, что эти чувства вам сделают больно. Боитесь, кстати говоря, не просто так. Чувства, если с ними не поработать, если их не поисследовать, действительно могут причинить боль. Боль достаточно серьезную. Вот. Боль достаточно ощутимую. Потому что тут, да, тут сто процентов, вы, ну, ваше опасение, здесь они сто процентов верны, верны, отправны. Вот. Но вы говорите, как к нему сказать. А в чем здесь наш конфликт? В чем вы не уверены в себе? Что вы, ну, я так понял, стесняетесь человеку сказать о том, что не хотите с ним находиться больше в отношениях. И вот здесь начинается самое, как мне кажется, самое интересное. Получается, что вы стыдитесь того, что не хотите с ним больше быть в отношениях. Получается, что вы не принимаете в себе это не желание до конца, а получается, что вы боитесь человека обидеть. И я более чем уверен, что вот эта позиция, что вы боитесь человека обидеть, боитесь, может быть, чего-то еще. Может быть, вы просто не уверены в себе. И привела глобально вас к тому, что вы сейчас в отношениях находятся с мужчиной, который, ну, который не сказать, чтобы... особо вас привлекают. Вот что самое интересное, наверное, грустное. то, как вы оказались в ситуации, когда будущие замыли, вы стыкотеете к другому. мужчине. Когда будут все замызем, вам чего-то не хватает. Вот. Можно ли и нужно ли обращать внимание на Эппл? Вот это вопрос. На который вам нужно поискать ответ. На мой взгляд. А сейчас кажется, будто вы с одной стороны отношения с человеком продолжаете не ходить и с другой стороны, как будто вы боитесь, что он от вас уйдет. А может быть, втайне вы рассматривает этот вариант, вариант сказать ему о том, что ваше отношение заканчивается только для того, чтобы он начал, может быть, бояться вас потерять. Не может ли быть такого, скажите мне, пожалуйста. То есть, вопрос здесь, на мой взгляд, такой. Насколько я честна с собой и честна ли я с собой. Вот это то, на что вам нужно, мне кажется, ответить. Ну, в целом, есть ощущение, что вы в некоторой оторванности от себя. Есть такое ощущение, что вы в некой депривированности от себя находитесь. И какое-то время не чувствует я того, что, например, вам хочется, того, что вам нужно и так далее. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.